О святых вселенских соборах И вот для того, чтобы с этой ересью бороться, пастыри православной церкви начали собираться вместе для совещания. Отпора ереси, утверждения истины. Было много местных соборов, но главных – вселенских, семь. Определения вселенских соборов имеют неприходящую законодательную силу для церкви. На первых двух вселенских соборах – Никейском 325 год и Константинопольском 381 год – православные отцы, учители церкви составили текст так называемого символа веры, который был утвержден на последующих соборах, который хранится всею церковью в точном, неизменяемом виде. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, Его единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца Рожденного прежде всех век, Света от Света Бога истинно, от Бога истинно, Рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся Пыша. Нас ради человеки нашего, ради спасения, Сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, И Марии и Девы его человечася, Распятого же зоны при понтистем, Пилате истрадавша, и погребена, И воскресшего в третий день по Писанием, И вошедшего на небеса, И сидящего одесную Отца, И паки грядущего со славою судите, Живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа животворящего, И же от Отца исходящего, И же с Отцем и Сыном споклоняема, И славима глаголовшего пророки, Во единую святую соборную И апостольскую церковь, Исповедую единокрещение, Во оставление грехов, Чаю воскресения мертвых И жизни будущего века. Аминь. Это сжато выраженное, полное исповедание православной веры. В нем даны все догматы вероучения Истинного христианства. Символ веры учит правильно веровать В истинного Бога, И всякий верующий должен знать его наизусть И прочитывать вместе с утренними Или вечерними молитвами. В символе веры 12 частей или членов. Первый член Здесь говорится о Боге, Как о Творце мира, В частности, о первом лице Пресвятой Троицы, Боге-Отце. Второй член Единородный, единственный. Прежде всех век, Прежде всякого времени. Единосущный, Имеющий одинаковое существо. Им же, через которого, Быша, Было, Получило начало. Здесь говорится, Что Иисус Христос, Сын Божий, Рожден от Бога, Что Он, Единственный Сын у Него, И имеет одну с Ним сущность, Как солнечный луч от Солнца, Что Он не сотворен, А, напротив, Через Него сотворено Богом Отцом Все существующее. Третий член Нас ради человек и нашего ради спасения, Сшедшего с небес, И воплотившегося от Духа Свята, И Марии Девы, И вочеловедшися. Сын Божий сошел с небес И воплотился, То есть принял человеческое тело От Марии Девы Через Святаго Духа. Четвертый член Распятого же заны При понтистем пилате И страдавша и погребенна. Заны, за нас. Господь наш Иисус Христос Спас нас от вечного наказания за грехи, Допустив себя распять. Страдал так же, Как страдал при такой казни любой человек, И был потом погребен. Пятый член И воскресшего в третий день По Писаниям. По Писаниям, По Священному Писанию, Как там об этом говорится. На третий день Господь воскрес. Так же и мы все, люди, Воскреснем во второе пришествие Христа Для последнего суда над нами. Шестой член И восшедшего на небеса и сидящего десную отца. Одесную, по правую сторону. Сидеть одесную, значит иметь равную честь. Седьмой член И паки, грядущего со славою, Судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. Паки. Опять. Сын Божий Иисус Христос Опять придет во славе Судить и живых, Которые тогда будут живы, И всех умерших во все века, Которые воскреснут. Тогда Начнется вечно Царство Его. Восьмой член И в Духа Святаго, Господа Животворящего, И же от Отца Исходящего, И же с Отцем и Сыном Споклоняема и славима Глагола вшаго пророки. Споклоняема, Принимающего равное поклонение. Славима, Принимающего равное прославление. Глагола вшаго пророки, Говоривший через пророков. Дух Святый Есть Господь и Бог. Он дает жизнь всему. Он исходит от Отца, И Ему надо поклоняться Так же, как Отцу и Сыну, И славить так же, Как и их. Дух Святый Говорил к роду человеческому Через пророков, Апостолов и святых отцев. Девятый член Во единую святую, Соборную и апостольскую церковь. Едина, Одна, Только Христова. Святая Освящена страданиями Ее главы, Христа. Соборная, Потому что объединяет Всех людей православных, Живых и умерших Во все времена И на всей земле. Апостольская. Господь распространял И утверждал свою церковь Через апостолов, Приемники которых ныне Епископы. Десятый член. Исповедую, Единокрещение, Во оставление грехов. Исповедую, Открыто объявляю. Здесь говорится О таинстве крещения И вместе с ним О других таинствах. Миропомазанье, Покаянии, Причащении, Браке, Священстве И еле освящении, Иначе соборовани. В символе веры Упомянуто только крещение, Потому что оно Как бы дверь В церковь Христову. Принявший крещение Может пользоваться И другими таинствами. Дважды креститься нельзя, Потому и говорится здесь Едино крещение. Одиннадцатый член. Чаю воскресения мертвых. Чаю ожидаю. Не сомневаюсь В исполнении сего. Апостол Павел говорит Христос воскрес Из мертвых, Первенец из умерших. Ибо как смерть Через человека, Так через человека И воскресение мертвых. Как водами все умирают, Так во Христе Все оживут. И сам Господь сказал Бог же не есть Бог мертвых, Но живых, Ибо у Него все живы. Двенадцатый член. И жизни будущего века. Аминь. Будущий век. Жизнь вечная После второго пришествия И страшного суда. Праведники будут находиться В вечном блаженстве. Но все же не одинаковом. Апостол Павел говорит Иная слава солнца, Иная слава луны, Иная звезд. И звезда от звезды Разнится во славе. Так и при воскресении Мертвых. Нераскаянные грешники Обретут муку вечную. Слово «Аминь», Оканчивающее символ веры, Есть подтверждение того, Что все сказанное В двенадцати членах Истина. И только так Может быть выражено И никак не может быть изменено. Символ веры Заключает в себе Семь догматов. В первом члене О Боге Отце. Во втором, третьем, четвертом, пятом, шестом И седьмом членах О Боге Сыне. В восьмом члене О Боге Духе Святом. В девятом члене О Церкви Христовой. В десятом О семи таинствах Церкви. В одиннадцатом О воскресении мертвых И в двенадцатом О загробной жизни.